Здравствуйте! На сегодняшней лекции мы продолжим заниматься гамильтоновыми системами. Исследуем вопрос первых интегралов гамильтоновых систем и перейдем, скорее всего, к принципу гамильтона, к одному из вариационных принципов механики. Давайте я кратко напомню, на чем мы закончили прошлую лекцию. Мы с вами получили такие уравнения, что Q с точкой ИТ равняется ДАЖ по ДПИТ, а ПИТ с точкой равняется минус ДАЖ по ДПИТ. В этом выражении функция H строится вот по такому правилу. H это сумма ПИТ на КУ ИТ с точкой и с крышкой минус ДЛ с крышкой, где крышка обозначает следующее, что мы ПИТ определяем вот так. Это просто определение обобщенного импульса ПИТ, это ДЛ под КУ ИТ с точкой. И когда отсюда выражаем КУ с точкой как функцию от обобщенных координат импульсов и времени в общем случае, то вот эту штуку мы обозначаем КУ с крышкой. Вот это вот КУ с крышкой. КУ с крышкой с точкой. Вот. Ну и вот эта функция называется функцией Гамильтона. Про ПИТ я уже сказал, эта величина называется обобщенным импульсом. Значит, для механических систем мы с вами помним, да, что функция Лагранжа представляет собой вот такую обобщенную, такую форму. Это, значит, одна вторая КУ с точкой транспонированная А на КУ с точкой. Вот. Это, соответственно, квадратичная часть, да, Л2. Плюс вот такая часть будет транспонированная от КУ с точкой. Плюс некая функция Л от КУ Т. Ну, обозначения могут отличаться от прошлой лекции, но, наверное, не будет сильно мешать. То есть вот это вот будет у нас Л1, вот это вот Л0. Да? Такая вот структура. Ну, и если мы, значит, возьмем и сделаем все вот эти преобразования, то можно показать, что функция H это Л2 минус Л0. Причем функцию Л2 надо подставить вот эти самые выражения, которые следуют вот отсюда. Так, теперь давайте рассмотрим вот какой момент. Давайте рассмотрим консервативную систему. Вот отдельно его стоит обговорить, потому что с консервативными системами приходится часто иметь дело, когда мы к задачи подходим именно вот с точки зрения гамильтоновой механики. Ну, на самом деле это не важно, можно же переставить местами, да, можно писать КУ с точкой транспланированной на Б, можно написать Б транспланированной на КУ. Это не важно. Что? Ну, в принципе, это напоминание некое, да, просто, что мы в прошлый раз получили, да, и какой результат был. То есть вот результат, который я хотел напомнить, да, уравнение, определение обобщенного импульса и структуру функции H для механических систем. Так, теперь если консервативная система. Система называется консервативной, напоминаю, если она стационарна, да, ну, соответственно, все связи, которые в ней имеются, тоже стационарны, все силы потенциальны, и потенциал не зависит от времени. Тогда у нее функция Лагранжи устроена вот таким образом. Или это Т2, квадратичная форма, минус потенциальной энергии П от КУ. Верно? А таким образом получается следующее, что, да, ну, где Т2, естественно, будет квадратичной формой, коэффициенты которой зависят от координат. Получится вот такое выражение, 1,2, Айжи от КУ на КУ и ТС с точкой на КУ и ТС с точкой. Вот, соответственно, П у нас будет выражаться как А на КУ с точкой просто, да, ну, можно было написать в векторно-маточном виде, можно было написать, что это 1,2, КУ с точкой транспонированной А на КУ с точкой, где матрица А зависит тоже только от КУ, да, вот. Ну, и, следовательно, если мы теперь возьмем и подставим все вот это выражение для А, то у нас останется только лишь что. Ну, во-первых, смотрите, получается, что у нас ку с точкой это А в минус первой на П, правильно? Если мы подставим это вот сюда, то тут тоже останется только в итоге матрица А в минус первой, правильно? И поэтому в итоге мы получим следующее, что вот из этой формулы, да, из формулы 1 и формулы 2 вот этой вот, вот из формул 1 и 2 будет следовать, что H, вернее, что H, это вот такая вот функция. Это будет 1,2 КУ с точкой транспонированная, ой, почему КУ с точки, когда П, конечно, должно быть и без точки, да, на А в минус первой на П плюс потенциальная энергия. Вот. И причем вот это выражение представляет собой просто кинетическую энергию, которую мы выразили через наш обобщенный импульс, да, вот это ничто иное, как Т. Ну, давайте крышечку и перерисуем, поскольку крышечка мы договорились обозначать, когда мы кусточкой заменяем на ДП, правильно? То есть в итоге, смотрите, что получилось, что для консервативной системы у нас гамильтониан – это просто полная энергия, да, его физический смысл – полная энергия. Но еще раз обращаю внимание, что это не всегда так, да, вот мы получили общее выражение такое, а для консервативной системы получается некое упрощение, верно? Вот. Поэтому ситуация выглядит так, что когда вы имеете дело с какой-то конкретной задачей, вы должны понять действительно, к какому классу она принадлежит, значит, и схема примерно такая. Вот, допустим, оказалось, что у системы вообще не так лагранжан устроен. В механике, правда, так быть не может, как я уже в прошлый раз, наверное, говорил, да, ну, мы показали на прошлых лекциях, что это общий вид лагранжана, именно механическая система. Ну, поскольку, как я уже говорил, и лагранжев, и гамильтонов формализм, он шире гораздо, чем классическая механика, он много где еще используется, то, в принципе, в других, так скажем, областях знаний он может по-другому выглядеть. Вот, первое, если он не такой, то, конечно, мы должны просто пользоваться определениями для того, чтобы все это дело составить. Мы должны выразить обобщенный импульс отсюда, подставить потом вот это, подставить сюда и получить то, что в результате здесь сложится, да. Первое. Второе. Если у вас механическая система, но не консервативная, можно упростить себе задачу нахождения функции H и вот этим определением не пользоваться, да, а пользоваться вот этим выражением. Поскольку вот это выражение, оно, да, оно чуть сложнее оказывается. В итоге там обязательно появляются члены, которые сократятся, и вы получите вот это. Поэтому определением пользоваться для механических систем, в принципе, не очень удобно, да, вот этим. Обычно удобнее использовать вот это. И, наконец, какое именно? Вот это. Это на прошлой лекции мы с вами получали. Вот этой вот. Ну, смотрите, я просто, вот смотрите, что получается. У нас Лагранджан, вот это вот L2 на самом деле просто, да, получил. Кинетическая энергия совпадает с функцией L2 у нас здесь. А вот это вот выражение совпадает у нас с чем? Фактически. С минус L0, правильно? Вот. Ну и поэтому, собственно, минус, вот этот минус L0 и вот этот минус, они в итоге дают плюс. Вот здесь вот, правильно? Вот. То есть вот это вот давайте я подчеркну вот так. Вот это минус L0, да, минус L0. Вот. А дальше мы должны просто вот эту квадратичную форму выразить через наш обобщенный импульс. Как это сделать? Мы должны просто вот в эту квадратичную форму подставить выражение вот отсюда. Как оно получается? Это А минус 1 на П. Ну и получается то, что А минус 1 транспонированное, да, на А на А минус 1 на П. А минус 1 на А это, понятно, единичная матрица. Ну и для симметрической матрицы обратная матрица тоже симметрическая. Поэтому мы можем здесь транспонирование не писать и вот оставить только вот это. Вот и всё. Вот. То есть, короче говоря, так, я немножко вот отвлёкся на вопрос. Давайте продолжим. Вот если система механическая общего вида, да, то для вычисления гамильтониана предпочтительно использовать эту формулу. Теперь, если система консервативная, то сразу же надо воспользоваться вот этим равенством, что гамильтониан это полная энергия, но только надо что сделать? Надо эту полную энергию выразить через гамильтоновую переменную. Вот и всё. Вот такая, грубо говоря, здесь раскладка имеет место быть. Ну и давайте я решу какую-нибудь простенькую задачу, чтобы всё это проиллюстрировать. Хотя, конечно, более аккуратно мы будем на семинарах. Это уже для более, может быть, сложных систем рассматривать. Так, смотрите, вот пусть у нас имеется точка в центральном поле. Ну, классическая такая задача, которая допускает описание с помощью лагранжана с нулевой правой частью. Вот у вас φ, вот у вас r, вот массы m, да, и пусть есть силовое поле у от r какой-нибудь, да. Тогда у нас что получается? Сразу пишем лагранжан, да, l, это у нас t минус p. Кинетическая энергия для полярных координат, все её должны помнить уже наизусть, да, это вот такое выражение. Вот, ну и минус потенциал. Давайте сюда попробую его вписать. У от r. Так, сюда он не вписался. Ладно, тогда лучше лучше, аккуратнее на следующей строчке. Минус у от r. Так, первый шаг, да. Второй шаг. Пишем, что у нас матрица, вот, которая соответствует кинетической энергии, очевидно такая. А это будет что? Смотрим сюда, это будет m, правильно. Потом что будет? 0, 0, mr2. Ну и, собственно, всё, да. Это матрица данной квадратичной формы просто записана. С учётом того, что одну вторую мы не учитываем, да, вот здесь вот. Ну, вернее, то, что они входят в эту матрицу. Вот. Теперь дальше получаем pr, собственно... Ну, смотрите, можно, конечно, написать, что pr, да, это dl по dr с точкой, да, это mr с точкой просто. Ну, давайте напишем просто, чтобы ещё раз посмотреть вживую на то, что такое обобщённый импульс. Дл по dф с точкой, это mr2 на фис точкой. Вот вам, пожалуйста, получилось, да, что импульс, соответствующий декартовой координате, это величина имеющая размерность импульса, а это момент импульса некий получается. Вот. Ну, теперь давайте смотрите, что тут написано. В принципе, здесь, ну, вот эти выражения можно было не выписывать, можно было сразу воспользоваться вот этим результатом. Почему? Потому что система консервативная у нас, правильно? Значит, гамильтониан это у нас h, это t плюс u просто будет. Причём в t мы должны подставить выражение этих самых обобщённых координат через обобщённые импульсы. И поэтому получается, собственно, вот то, что здесь написано, да. Вы должны обратить вот эту матрицу, обращается она легко, это будет единица на m, да. Ну, давайте напишем, что a в минус 1, это будет что, единица на m, 0, 0 единица на m², очевидно, да, тут она совсем легко обращается. Если она устроена более сложно, то, опять же, можно использовать обращение через присоединённую матрицу. Ну, а дальше, вот, пожалуйста, вот он. Это не обратное. Вот, кстати, я сомневался, стоит ли это писать, может быть, убрать это надо было. Это кинетическая энергия выражена через гамильтоновую переменную, правильно? А зачем, смотрите, вот у вас, а, ну, в принципе, да, что такое, что такое обобщённый импульс? В принципе, знать, конечно, да, безусловно, ну, смотрите, с другой стороны, с другой стороны, если вы переходите к описанию гамильтоновых переменных, вы можете, на самом деле, записать систему, не имея явных выражений импульса, правильно? Вот у вас Q с точкой DashPDP, а P с точкой DashPDP. Вам эти явные выражения не нужны. Вот, поэтому, на самом деле, это обязательно. Ну, да, правильно, да. Да, ну, значит, посмотрите, здесь же я уже обратил эту матрицу, поэтому это всё сводится к обращению матрицы. То есть, смотрите, короче говоря, можно сделать так, можно действительно, что называется, выразить вот сюда, в кинетическую энергию, руками вместо R с точкой и F с точкой подставить выражения, которые получаются через эти импульсы, да, и будет тоже правильно. А можно воспользоваться вот этим результатом, где используется обратная матрица. Вот, и всё равно будет то же самое. Ну, это просто что в лоб, что в полку, да, можно в одной... Я эти импульсы написал просто, чтобы было понятно, что это такое, да. Я вот привожу пример простой механической системы, да, и иллюстрирую на её примере всё, что здесь появляется. Вот Лагранжан, вот эта матрица, вот обобщённые импульсы. Дальше я провожу вот эти выкладки, и сейчас мы получим гамильтониан. Вот, гамильтониан можно было получить... как? Можно было, конечно, не возиться с обращением матрицы, а всё это вручную, как говорится, выразить, да, вот отсюда выразить, R с точкой, F с точкой подставить, здесь плюс нарисовать. Ну, когда вы имеете более сложное выражение, то, конечно, вот такой матричный приём, он, ну, более эффективен просто, да, вот. Так, значит, ну, давайте писать H. H это у нас что получается? P R в квадрате делить на 2M, да, плюс P FI в квадрате делить на 2M R в квадрате, плюс U от R. Вот вам функция гамильтона. Так, ну и давайте уравнение гамильтона составим. Значит, R с точкой, да, это DH по DP R, да, это будет P R делить на M просто, да. Ну, позвольте я их строчку буду писать, чтобы место было поменьше, да, на них. FI с точкой равняется DH по DP FI, и это будет равняться P FI на R квадрат, вот, и, значит, дальше P R с точкой, это минус DH по DR, это будет, значит, вот тут самое такое сложное дифференцирование, хотя оно-то на самом деле не такое сложное, да, P FI делить на MR в квадрате получается, и минус, ну, можно так написать, U штрих от R, да, вот, ну и, наконец, P FI с точкой равно нулю. Вот такая получается система уравнения гамильтона. Так, значит, что я еще хотел сказать, но еще не успел. Бывают, к сожалению, такие глупые ошибки с минусами плюсами уравнения гамильтона. Ну, давайте я лучше к системе общего вида вернусь, вот здесь вот, да, написано у нас. Так, это нам не нужно больше. Вот, ну, смотрите, как точно не забыть, где плюс, где минус. Вот, на самом деле, любую систему дифференциальных уравнений можно сделать гамильтоновой. Смотрите, каким образом. Вот пусть у нас X точка равно F от X, да, тогда можно ввести формальный гамильтония H, равный скалярному произведению P транспланированное на E. Вот, и тогда можно написать так, что X точка равно DH по DP, это будет F от X. Это некое мнемоническое правило, с одной стороны, с другой стороны, оно на самом деле оказывается чем-то большим, сейчас об этом скажу. То есть точка равняется минус DH по DX, ну, и, соответственно, там что-то получится, да, если это продифференцировать. Ну, главное, что вот, зная это, да, вы всегда можете, вы знаете, что должно получиться для X, правильно, и поэтому всегда можете подобрать нужный знак. Это вот просто так, на всякий случай, рассказал вам. Так, теперь, почему это всё-таки нечто большее, чем мнемоническое правило? Дело в том, что для гамильтоновых систем развит достаточно мощный арсенал всяких приближённых методов интегрирования, зачастую они очень эффективными оказываются. Поэтому, когда вы применяете к системе дифференциальных уравнений, какой-то не гамильтоновый, иногда бывает выгодным даже вот существенно повысить порядок этой системы для того, чтобы эти методы применить. Вот, но это немножко выходит, даже не немножко, а сильно выходит за рамки нашего курса, поэтому я просто говорю это к слову, как любопытный момент такой, да. Так, ну, на этом, наверное, всё, что я хотел сказать так вот в общем про уравнение гамильтона и готов перейти к теме о первых интегралах, если вопросов нет. Вопросы какие-то остались? Да. А у вас, если у вас есть, если у вас есть, я помню, что 2 на 0, это просто не помню, что там у вас будет. Нет, смотрите, вот это не для консервативных систем, это для систем общего вида выражения гамильтониана. Вот, но для консервативной системы у нас просто вот эта L2, она совпадает с T2, вот в чём дело. А T2 совпадает, в свою очередь, с полной энергией. Вот давайте тут вот даже, да, это ещё впишу, что для консервативной системы T равно T2 и равно вот этому. Вот, а соответственно, поскольку мы там в общем виде для Лагранжа написали, что он равен или 2 плюс, или 1 плюс, или 0, то вот этот минус, да, и вот этот минус приводит к тому, что вот это мы должны бы обозначить как минус или 0. Вот, ну и в результате, вот, когда мы пишем функцию h, вот здесь получается плюс. Верхнюю формулу в прошлый раз же выводили, по-моему, нет? По-моему, выводил я её. Так, у кого-то запись есть? Я её не выводил? Ой, ёлки-палки. Слушайте, а вот это, конечно, большой недостаток, конечно. Ну, смотрите, так, значит, ну, жалко, что у меня вовремя не остановили, конечно, надо было... Я-то думал, что я про это уже рассказал. Давайте быстро её выведем, слава богу, это выводится быстро. Ещё раз, смотрите. Ну, простите, что я тут всё-таки был непоследовательным. Что такое h? h – это сумма p, и, т, на к, и, т, с точкой, правильно? Минус l. Это определение. Ну, тоже здесь l с крышкой у нас идёт. Теперь дальше. Вот это всё-таки было на прошлой лекции. Мы сказали, что лагранжан общего вида, он равен чему? Это будет l2, да, плюс l1, плюс l0. Ну, давайте это ещё раз перепишу, извините, конечно, так немножко потороплюсь тогда лучше. Смотрите, получается 1,2 q с точкой транспонированная а от qt на q с точкой, да, плюс b транспонированная от qt плюс, как я там обозначил, это l, да, просто, или от qt, правильно? Так было. Сегодня я так это писал, верно? Вот, вот так вот. Так, хорошо. Теперь смотрите. Так, это вот теперь мы убираем. Ой, с точкой, да. Сейчас напишу. Ой, да, на кусточке, конечно. Так, торопиться всё-таки в меру надо, да? Так, значит, теперь смотрите, что дальше получается. Да, вот это вот мы обозначили, вот это у нас будет l2, да, вот это вот l1, а вот это вот l0. Это мы доказывали просто исходя из определения кинетической энергии, на самом деле, если вот вы вспомните, как там это делалось. Вот, теперь следующий момент. Смотрите, у нас кусточкой равняется по определению, ой, p, вернее, равняется dL под кусточкой, вот pt равняется dL под икуритой. Следовательно, мы имеем вот такую систему, p равняется чему? a на кусточкой плюс b просто, верно? Вот если мы продифференцируем это всё дело по кусточкой, то вот отсюда получится a на кусточкой, а тут просто будет вектор, который превратится в вектор в столбец, да? Вот, если мы будем по индексу дифференцировать. Таким образом, отсюда следует, что кусточкой с точкой – это что? Это a минус первой на p минус b. Вот так вот будет, правильно? Вот. Так, теперь фактически последний шаг, который здесь для вывода нужен. Да, q с крышкой – это ещё раз, когда мы берём лагранжевую переменную, выражаем через гамильтоновую переменную. То есть переход… У нас вот были переменные q с точкой, это лагранжевую, мы перешли в переменную qp, это гамильтоновую. И когда у нас кус крышкой выражается через вот этот набор переменных, когда у нас кусточка, вернее, выражается через этот набор переменных, Мы рисуем крышку, да. В принципе, я говорю, можно было ее не рисовать, но мне кажется, эта путаница больше выносит, чем все-таки если этот индекс оставить. Так, теперь смотрите, что дальше происходит. Что такое P? Мы уже писали, что это DL, P, DQ и T с точкой только, да, здесь, конечно, точка тут должна быть по определению. Соответственно, вот эта сумма, ну, вернее, вот эта H, чему будет равна? Смотрите, P это что такое? Это будет сумма DL, вот, DQ и T, опять давайте заменим назад, на Q и T, минус L, верно? А теперь дальше вспоминаем теорему об однородных функциях, теорему Эллера, которая гласит о том, что если у нас функция F является однородной степени K, то есть F от λx равняется λ в степени K на F от X, то вот такая сумма X и T на DF под X и T равно K на X. Помните, K на F, помните, такое было? Вот, на самом деле это очень легко доказывается. Вы просто дифференцируете вот это дело по λ и приравниваете λ равно 1. Все, сразу автоматически эта теорема отсюда получается. Вот, и вот здесь, смотрите, как раз в честном виде вот эта теорема получается, потому что здесь надо что сделать? Подставить вот эту штуку как сумму однородных функций, вот эта однородная второй степени, однородная первой и однородная нулевой. Поэтому пишем так. Для однородной функции второй степени показатель этой однородности равен двойке, поэтому получаем 2L2 плюс L1. А L0 как раз зануляется, но она не зависит просто от кусточки, поэтому если мы про ней дифференцируем, то, понятно, 0 получаем. А тут будет минус L2 минус L1 минус L0. Просто вычитаем функцию, да, вот эту вот. Ну и видим, что у нас благополучно вот эта сокращается, двойка уходит, и вот эта сокращается. И как раз остается вот то, что я написал, да, L2 минус L0. Вот. Но поскольку мы здесь должны использовать переменные Гамильтона, то, конечно, здесь везде было бы хорошо бы крышками рисовать, да, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут и вот тут. То есть мы должны Лагранжан вырезать через Гамильтоновую переменную. И вот тут, кстати, крышки не хватает. Вот. Все. А? Да, не зависит. Поэтому, поскольку она не зависит от кусточка, можно крышкой есть не рисовать. Так, значит, вот, собственно, та формула, которую мы с вами получали, да. Теперь что такое L2? Смотрите, L2 это вот такая вот квадратичная форма. Ну, мы в нее же должны переменные Гамильтона поместить. Поэтому давайте я это напишу вот здесь. L2 с крышкой. Это что будет? Это будет 1, 2. Что там получается? Смотрите. P минус B транспонированная. на А в минус 1, да, транспонированная, на А, ой, на А в минус 1, на P минус B. Вот. И в результате вот это у нас уходит в единичную матрицу. Вот. Ну, а поскольку матрица А исходная симметрична, то у нас А в минус 1 транспонированная, это будет просто А в минус 1. Ну, для симметричной матрицы обратно тоже симметрична. Что легко получить, если вы условие А на А в минус 1 равно Е протранспонируете. И учтете, что А транспонированная равно А. Вот. Таким образом получаем, что просто L2 вот это, да, с крышкой, это квадратичная форма, вот та, да, в которую вот такое выражение подставлено. Вот и все. Вот. То есть вот вам структура L, структура H, вернее, да, а вот что такое L2 конкретно, как это выразить через переменные Гамильтона. В общем, видеть. Если система консервативна, да, то B не будет вот этого. А L0 превращается просто в минус потенциальную энергию и, соответственно, здесь плюс появляется. Понятно, да? Вот. Ну, так, ну, значит, теперь вроде бы все. Значит, я вам написал, уже совершенно честно, как бы до конца все вывел. Ну, и пример мы с вами разобрали. Теперь давайте перейдем к вопросу о первых интегралах Гамильтоновых систем. Первые интегралы Гамильтоновых систем. Ну, давайте напомню, опять, хотя у нас было это уже два раза, ну, давайте, по-моему, да, кажется, было. Давайте напомню еще раз, что такое первый интеграл. Если у вас есть система дифференциальных уравнений, X точкой, равной F от TX, то функция G от TX – это первый интеграл этой системы, если он сохраняется на решениях этой системы, да, если функция сохраняется на решениях. То есть мы подставляем начальные условия X от X0, T, да, вот, ну, в общем случае тут можно написать даже X0, T0 и T, да, поскольку не автономная система. И вот это должно быть константой. Вот. Соответственно, критерий первого интеграла имеет вот такой вид. Это условие такое, DG по DT плюс сумма DG по DX, и T, а вместо X0 с точкой мы просто должны подставить правые части нашей системы. Это вот критерий первого интеграла. Вот. Ну, почему в одну сторону это так, это понятно, мы просто продифференцировали в силу системы и убедились, да, что, раз это константное решение, кто должно вот это выполняться. В обратную сторону вам в дифференциальных уравнениях это либо докажут, либо уже доказали. Вот. Теперь дальше. Собственно, что теперь происходит с гамильтоновой системой? Ну, мы знаем, да, что у нее специфическая структура. Кусточка – это ИТ минус ДАЖ по ДП ИТ. Ой, вот сам ерунду написал. Плюс, конечно, ДП ИТ, да. А П ИТ с точкой равняется минус ДАЖ по ДК ИТ. Функция тогда, которая может быть первым интегралом в общем случае, она должна зависеть от набора гамильтоновых переменных, от КУП ИТ. Верно? Ну, и давайте запишем вот этот критерий первого интеграла уже для конкретной правой части системы уравнения гамильтона. Вот для этой, правильно? То есть давайте напишем здесь вот номер 3 и номер... И вот это уравнение 3 для функции 4 и системы уравнений... Ну, собственно... Нет, тут не вяжется, да. Давайте напишем так, что у нас... Вот эта система будет 4, да, а вот эта вот будет 5. Итак, значит, критерий... Критерий первого интеграла... Какой у нас там? 3, да, был? Да, 3 для 4 и 5 имеет вид. Сейчас запишем. Критерий 3 для 4 и 5 имеет вид. Ну, понятно, частная производная по времени останется без изменений, а дальше получится вот такая вот сумма. Будет ДАЖ по ДКУИТЕ. Вот. Ну, а КУИТЕ с точки вы должны заменить на ДАЖ по ДПИТЕ. Минус ДАЖ по ДКУИТЕ на ДЖ по ДПИТЕ. Ну, как это получилось, я думаю, ясно. Да, я просто взял, продифференцировал функцию G вот по тому правилу, которое на той доске было приведено. Ну, и заменил, опять же, F и ты на правой части системы уравнения Гамильтона. Правильно? Ну, и выписал их слева. Вот получилась такая вот штука. Да. Вот еще раз, смотрите, вопрос про от чего зависит первый интеграл, про КУС точкой. Вот как только вы перешли к уравнениям Гамильтона вот к этому набору переменных, КУС точкой пропадает. Правильно? Да. Вот. То есть КУС точкой за счет преобразования Лежандра оно все, оно уходит вот сюда как бы. Вот. Теперь смотрите, появляется для любой Гамильтоновой системы всегда вот такая структура. Поскольку она всегда... Да, и равно на нулю должно быть это. И вот поскольку эта структура каждый раз появляется, ее как-то обозначили и назвали. Называется она скобкой Пуассона. И обозначается она вообще говоря во всех книжках по-разному, но мне нравится обозначение вот такое, вот HG. Значит, ну, почему такое? Потому что всякие там квадратные, круглые скобки, они в каком-то смысле избитые такие обозначения, да, именно там какие-нибудь скалярные произведения, коммутаторы обозначают. Да, это все-таки скобки такие, которые используются редко. Это первое. Второе. Если посмотреть разные книжки, то можно видеть, что в скобках, неважно, как там скобки обозначены, гораздо более существенно другое, что в некоторых книгах функции вот эти местами поменены. Но в любом случае, как бы там это не было обозначено, имеется в виду всегда вот это выражение. Поэтому, если вы где-то видите, что там буквы стоят по-другому, значит, надо к этому спокойно относиться, но кто-то так любит обозначать, кто-то по-другому, это неважно. Главное понимать, что за этим кроется. Вот. Теперь, значит, почему все-таки я предпочитаю вот это вот слева писать, H, потому что эту скобку Плассона можно ведь интерпретировать как действие дифференциального оператора. Давайте напишем, что это еще можно написать как OH на функцию G. А что такое OH? А OH – такой дифференциальный оператор. Это будет сумма, смотрите, какой тут он будет, DH по ДПИТ на что? На ДПДКУИТ минус DH по ДКУИТ на ДПДПИТ Вот такой дифференциальный оператор. Понятно, что если вы применяете его конкретной функцией G, то в точности получаете вот это выражение подчеркнуто фигурной скобки. Вот. И в этом смысле, поскольку оператор действует слева на функцию, то и в скобке Плассона H писать логичнее с этой точки зрения слева. Хотя еще раз говорю, вопрос обозначения, в принципе, он не так может быть важен. Ну, вот если некую такую вот подоплеку под это подвести, то, видите, можно, конечно, обосновать как-то вот такие обозначения, к которым я привык. Вот. Так. На самом деле, операторное представление это не просто игра с обозначениями, это важное понятие оператора, оно нам пригодится скоро сейчас. Так, теперь смотрите, раз уж у нас появилось понятие скобки Плассона, да, давайте я здесь напишу, что вот это скобка Плассона, то, естественно, как только появляется некий новый объект, хорошо бы его свойства изучить и пользоваться им просто потом, да, чтобы каждый раз не вводить их заново, получить иногда основные свойства и дальше с ними работать. Поэтому давайте вот здесь заглавим свойства скобок Плассона. Ну, некоторые свойства, они фактически очевидны здесь. Смотрите, скажем, ну, первое, то, что скобка Плассона коссимметрическая, h на g равняется минус g на h. ну, смотрим на вот эту формулу и сразу понятно, почему так получается, да, а g меняется местами, видите, тут производные по p, ну, понятно, в общем, они тут, в этом выражении просто поменяется знак, да, если вы, функции поменяете местами. Второе, скобки Плассона билинейны по любому аргументу, ну, то есть, например, альфа F плюс бета G на h равняется альфа FH плюс бета G на h. Вот. Ну, тоже очевидно, да, если вы посмотрите, опять же, как они устроены, то сразу ясно, что у вас по обоим аргументам будет эта самая билинейность выполнется. Вот. Третье, тождество, лебнется про дифференцирование скобки Плассона по любому параметру. Вот этот самый любой параметр обобщенный, давайте я напишу вот так, D под альфа просто, D под альфа некий параметр. Вот, допустим, FG. Это будет равняться DF по D альфа G плюс F на DG по D альфа. Вот. Альфа это все, что угодно, да, альфа может быть T, QI, все, что угодно, любая переменная, от которой эти функции зависят. Ну, опять же, понятно, смотрим на скобку Плассона, видим, что это сумма произведений, для элементарного произведения, для любого, который входит в скобку, это свойство очевидно, да, это просто, ну, основа основ, так скажем, да, очевидная. Ну, а дальше все это собираем и в силу билинейности получаем вот это вот дело. Третье, это правило Лебница. вот, ну и наконец, давайте докажем еще одно свойство, которое выглядит и доказывается чуть менее тривиально, это так называемое тождество Плассона. Четвертое тождество, ой, тождество Плассона. Вот, ну что такое то жество Плассона, тогда мы угнаем после звонка, да? На прошлой половине лекции я вот написал вот эту, вот этот заголовок тоже, что Плассона. Давайте теперь я расшифрую, что это такое. Значит, здесь речь идет о двойных скобках Плассона, и тут главное написать первую, а дальше сделать циклические перестановки две. То есть, функция Ж вылезает, перемещается на первую позицию, H занимает вторую, а F переносится на третью, да? То есть, мы должны написать плюс H, ой, да, G, правильно, H, F, и плюс, соответственно, H, F, G, да, и вот это все дело оказывается равным нулю. Ну, вообще, такие тоже, просто, вот в некой абстрактной алгебре, они обычно называются тоже с том, якобы, ну, а применительно к тожеству, применительно к скобкам Плассона, его почему-то принято называть вот так вот отдельно, да, называть его тоже с том Плассона. Вот. Ну, понятно, да, как оно устроено, вопросов тут, вопросов нет, да? Так, теперь как его доказать? Существуют разные способы, вплоть до доказательства в лоб, когда все это дело расписывается и показывается, что там все сокращается, но этот путь, мягко говоря, не самый короткий, оптимальный, поэтому давайте попробуем доказать это немножко более хитрым способом, более интересным способом. Ну, вот смотрите, какие производные, какого порядка, вернее, производные обязательно будут входить в результате раскрытия каждой из этих скобок, подумайте. Вот берем любую двойную скобку, просто по определению расписываем сначала вот внутреннюю скобку, вот так, да, потом применяем к ней еще раз ту же самую операцию. Вот, правильно, второй порядок обязательно. Вот, если вы распишите любую двойную скобку полосона, то в качестве сомножителей неизбежно будут производные второго порядка. Вот этот момент очень важный, поэтому я так его, на него акцентирую внимание. Вот. Теперь давайте докажем, например, что это выражение не содержит вторых производных, ну, например, функций H. А поскольку оно абсолютно симметрично относительно слагаемых, которые в него входят, то из этого будет следовать, что и остальные вторые производные тоже входить в это выражение не будут. Вот. То есть, прежде чем что-то писать, еще раз давайте вот проговорю два основных тезиса. Первое, что обязательно в результате раскрытия каждой из этих скобок будут в качестве множителей содержаться вторые производные, не будет ни одного члена, где не было бы вторых производных, да, тут будут всякие суммы такие многократные, да, но все равно будет обязательно в качестве множителей, в любом множителе будут вторые производные. И второе, в эти выражения все функции входят симметрично, поэтому, если мы докажем, что нет вторых производных функций H, например, то все будет верно для других, да. Вот. Ну, собственно, теперь давайте приступим к доказательству. Вот тут как раз нам полезно использовать операторное представление скобки полосона. давайте возьмем вот это вот выражение и его вот в каком виде представим. Это будет оператор UF, который соответствует вот этой внешней скобке полосона, на оператор UG, который соответствует внутренней скобке полосона, и на H. Вот. Теперь здесь что можно сделать? Ну, понятно, мы можем вот эти вот два слагаемых поменять местами, и тем самым у нас получится минус появится, да, то есть давайте я здесь напишу, это будет минус G F H. Вот. И тем самым тут получится вот такое UG наоборот, U H на что? На, ой, UF, конечно, UF на H. Вот. Теперь нам осталось доказать, что вот этот оператор, который здесь получается, давайте его обозначим, UF уже, что он будет оператором первого порядка. Это так называемый коммутатор. Вот. UF уже минус уже UF это оператор первого порядка. Ну, давайте напишем, что это коммутатор. Вот. Докажем, что это оператор первого порядка. да, вот это определение коммутатора вы берете, ну, собственно, понятно, откуда название этого следует, да, потому что тут фактически разность перестановок вот таких сделана. Вот. Ну и говорят, что операторы коммутируют, если коммутатор равен нулю, да, если они не коммутируют, если они не перестановочные, то коммутатор этот не равен нулю. Так, напишем так, что УФ, докажем, вернее, докажем, что УФ уже это оператор первого порядка. Вот. Ну, удобнее доказать это немножко в других обозначениях. Вот давайте рассмотрим просто вот такие операторы У, которые равен сумме АИТ от Х на Д по ДХ и Т. И В, который устроен аналогичным образом, но коэффициенты будут другие. ВИТ от Х на Д по ДХ и Т. Ну, то есть я сейчас ухожу от переменных ПКУ просто потому, что они нам тут их обилие будет мешать. Сейчас нам важно просто структуру выяснить. Поэтому конкретно как там обозначены компоненты, от которых зависят эти операторы, нам здесь сейчас не так важно будет. И вот давайте рассмотрим коммутатор У, В. Что тут получится? Смотрите, получится вот такая сумма на У на что? На Б и Т. Минус В на А и Т. На Д по ДХ и Т. Плюс нечто, что нас совершенно не волнует, на Д2 по ДХ и Т по ДХ и Т минус Д2 по ДХ и Т по ДХ и Т. Правильно? Ну, плюс сумма тоже. Давайте значок суммы нарисуем. Теперь вот эта штука чему будет равна, если, ну, понятно, применяем мы эти операторы всегда к гладким дифференцируемым функциям. Вторые производные перестановочные, ведь правильно? Поэтому вот это у нас ноль будет. Вот. И остается только вот это. А это оператор первого порядка. Да, то есть вот эта некая функция С и Т от Х получаем оператор первого порядка. Таким образом доказано, да, что коммутатор является оператором первого порядка и, следовательно, вот в этом выражении нет вторых производных функции H. Да, давайте это обозначим 6, по-моему, у нас 6 еще не было, да, следовательно, в 6 не содержится вторых производных H и, следовательно, 4 доказано. 4 доказано. Вот. Понятно, да, это? Так, вопросы какие-то есть? Понятно? Ну, понятно, да? Вот. То есть, видите, на самом деле этот пример, вернее, доказательство это иллюстрирует то, что иногда на один и тот же объект полезно с разных точек зрения взглянуть. Вот на самом деле, видите, мы же одно и то же написали, но просто в других обозначениях. Вот оказалось, что не пришлось нам эти четверные суммы расписывать, да, для того, чтобы доказать. А все вот буквально там одну доску размашистым почерком заняло. Вот. Так, теперь, собственно, давайте докажем еще вот какое утверждение, которое называется теоремой Якоби-Пуассона. Теорема гласит о том, что скобка-Пуассона FG тоже первый интеграл. Ну, давайте напишем так. Следовательно, скобка-Пуассона FG тоже первый интеграл системы Гамильтаниана-Маш. Вот. То есть, видите, оказывается, можно, зная два первых интеграла, с помощью скобки-Пуассона построить третий. Вот. Ну, сейчас мы ее докажем сначала, а потом обсудим вопрос, собственно, дает ли это что-то новое или нет. Значит, так, ну, во-первых, смотрите, если FG первые интегралы, то в этом случае они должны удовлетворять критерию первого интеграла, да, DF по DT плюс H F должно равняться нулю, вот, ну и DG по DT плюс H G равно нулю должно быть. Вот. А доказать требуется, что этому же критерию удовлетворяет и скобка-Пуассона этих функций. требуется доказать следующее, что D, так, FG, да, в таком порядке я их писал, FG по DT плюс H FG равно нулю. Вот. Ну, а дальше чего? Дальше, собственно, применяем правило Лебница, да, получаем, что вот это вот у нас равно DF по DT G плюс G на DF по DT. Вот. И, кроме того, применяем вот эти вот условия, да, которые, собственно, которые означают, что функция FG первого интеграла. Значит, получается тогда, что у нас? Это будет равно давайте я буду здесь писать немножко с конца, да, давайте я напишу, вот это вот будет вот так вот G, да, а вместо DF по DT давайте напишем так, не минус HF, а плюс FH. Где? Сейчас. Так, ой, да, простите, тут какая-то ерунда написана. Так, спасибо, да. Так, ну, теперь я, собственно, член-то вот этот преобразую, да, поэтому, конечно, мне надо его здесь поправить, да, получается DG по DT это у нас H, это наоборот будет GH, правильно? GH. ой, тут F будет, да, F, а тут же H. Вот, это вот этот член. Теперь вот этот вот, смотрите, получается плюс, что? плюс G, да, а тут будет, вот я переставляю их местами, появляется минус, но тогда можно отсюда вот с плюсом эту функцию ДФПДТ перенести будет, да, будет HF просто. Так, ну и что это все напоминает в конечном итоге? Вот если мы просуммируем вот это вот с этим, ну, это тоже, что по осуну в точности получится, да, то есть в итоге вот если мы вот к этому прибавим вот это, то это получится просто то жество Пуассона. Таким образом теорема Икоби-Пуассона доказана. Теперь вопрос о том, можно ли все-таки получать с помощью этой теоремы Икоби-Пуассона что-то полезное. Значит, здесь сразу же возникает такая проблема, как зависимость и независимость первых интегралов. Ну, вот давайте я, прежде чем сам начну что-то об этом говорить. Спрошу, как вот вы понимаете, что такое зависимый первый интеграл и что такое независимый. Просто тут вот такая типичная бывает оговорка. А. Да. Правильно. Правильно. Ну, смотрите, здесь самое главное не путать вот эту независимость первых интегралов с линейной независимостью. Это совершенно разная вещь. да. Вот. То есть, еще раз обратите на это внимание, давайте здесь напишу, значит, проверка независимости, раз, хоть это у вас и было, но надо, раз уж мы говорим про это, надо еще раз сказать. Проверка первых интегралов на независимость. Ну, смотрите, давайте начнем лучше с зависимости. Когда вот эти, когда первые интегралы зависимы, G1 и так далее, GK зависимы, то подразумевается, что они функционально зависимы, то есть существует некая функция, ну, давайте его FI обозначим, такая, что FI от G1 и так далее, GK равно нулю, допустим, да, без ограничения общности, всегда можно 0 написать справа. Вот, теперь дальше, если мы вот эту штуку будем дифференцировать по очереди по Q и по соответствованные по P, то смотрите, что получится. Получится такое, что сумма DG по FI, пусть будет, я не знаю, там, JITOя какой-нибудь, да, на градиент FI JITOя должно равняться нулю. Это просто следствие того, если мы продифференцируем это выражение по всему набору переменных. Здесь вот этот градиент, это что такое? Это DQ1 и так далее, да, DQN, ну, мы работаем с гамильтоновыми переменными, да, поэтому у нас здесь получится такой двоймерный вектор DQN, DQ1 вернее, DQDPM. То есть, по очереди, если мы вот это выражение будем дифференцировать по Q1, по Q2 и так далее, зайдем потом до P, P1, P2 и так далее до конца, то в конечном итоге у нас вот такое выражение получится. Поэтому, если у вас эти первые интегралы функционально зависимы, то вот эти градиенты будут линейно зависимы, да, и поэтому для того, чтобы была наоборот независимость, требуется вот что, что G, K, T независимы, следовательно, ранг вот такой матрицы должен равняться K. Ну вот, собственно, это, наверное, у вас и было, но я еще раз напомню. То есть, короче говоря, действительно, тут в каком-то смысле это сводится к линейной зависимости или независимости, но не самих функций, а вот их градиентов, да, в конечном итоге. Так, теперь вернемся к теореме Коби-Полосона. Вот смотрите, получается такая заманчивая конструкция. Вот, допустим, мы нашли два первых интеграла, и теорема гарантирует, что мы можем посчитать скобку Полосона, и она тоже будет первым интегралом. Ну и казалось бы, все здорово, да, мы можем этих скобок Полосона насчитать сколько угодно много, да, и, в принципе, должно там хватить полных интегралов для всего. Но, к сожалению, жизнь устроена так, как она устроена, да, и поэтому получается, что... А? Да, получается, что, к сожалению, вот эта теорема Коби-Полосона, она не позволяет, как правило, находить независимый первый интеграл. То есть часто бывает так, что вычисление скобки Полосона дает вам либо константу какую-нибудь, от которой толку никакого нет, да, либо дает ноль. Тем не менее, есть нетривиальные ситуации, когда через теорему Якови-Полосона все-таки можно получить первый интеграл, то есть новый, который независимо функционально от тех, которые породили этот новый интеграл, да. То есть, короче говоря, эта теорема иногда работает, иногда нет, вот можно так сказать, в плане создания новых независимых первых интегралов. Каждый раз то, что получается с ее помощью, надо проверить через критерии вот этот, вот, и посмотреть, дала она вам что-то или не дала. Так, ну, примеры давайте я лучше на семинаре разберу, чтобы время лекционное на них не тратить. Ну, скажу, наверное, здесь только словами. Вот классическим примером, где теорема Якови-Полосона дает новый первый интеграл, является, скажем, свободная материальная точка и компоненты вектора кинетического момента в декартовых координатах. Вот можно посчитать скобки полосона, убедиться, что если вы возьмете две компоненты вектора кинетического момента, то скобка полосона даст третью, да, то есть это независимый первый интеграл будет. Вот, значит, так, теперь, собственно, ну, это на семинаре я более аккуратно все расскажу. Так, теперь, собственно, наверное, на этом мы про первые интегралы, в общем, так вот, говорить, наверное, закончим. Но давайте вот еще вопрос обсудим. Давайте обсудим типичные первые интегралы, которые свойственны гамильтоновым системам. Да. Ну да. Ну да. Ой, слушайте, тут какая-то, да, опять какая-то ерунда написана. Конечно, здесь должно быть, так, сейчас, хотя не, подождите, вот здесь вот правильно, здесь должно быть только, так, дфи должно быть по дж, господи, боже мой, это я что-то увлекся какой-то, чем-то странно, значит. Так, дфи по дж житая, а вот тут должен быть градиент ж житая, конечно, господи. Вот, действительно, спасибо. Тут совсем неосмысленное выражение было какое-то. Ну, теперь все правильно, да, по правилу дифференцированной сложной функции мы все это вот пишем. получается так, вот то, что теперь написано здесь. Так, теперь давайте заглавим так, это типичные, что ли, давай так это можно назвать, или, ну, давайте обозначим типичные, да, первые интегралы. Интегралы гамильтоновых систем. Ну, начнем с самого простого. Первое, циклическая координата. Давайте напишем так, пусть Q1 не входит в АШ. Кстати говоря, давайте это так для сведения напомним, да. что ДН под экуитой равняется минус ДЛ под экуитой. Поэтому, если какая-то координата циклическая, то она в любом описании такой будет, да. следовательно, Q1 циклическая в обоих описаниях. Ну, в обоих описаниях я имею в виду и в Лагранжевом, и в гамильтоновом. Так вот, значит, пусть Q1 не входит в АШ. Тогда она называется циклическая, да. Q1 циклическая координата. И, соответственно, уравнения гамильтона будут какими? Смотрите, получается, что у нас Q и Т с точкой равняется ДН по ДП и Т, да. Так, и П и Т с точкой равняется минус ДАЖ под экуитой. Теперь, если у нас Q1 циклическая, то сразу же видно, что вот эта производная равна нулю. И поэтому P1 будет константа. Вот, теперь давайте посмотрим, от чего зависит АШ. АШ у нас зависит от набора переменных. От какого? Получаем, что у нас вот этот АШ, да, это функция от чего? От Q1 и так далее. КН в общем случае. P1 и так далее. ПН. Ну, и вообще говоря, время может входить, да. Теперь дальше. Q1 не входит, поскольку анциклическая. Убираем ее отсюда. А вот этот импульс заменяем на его значение P1, 0, которое он имеет в начальный момент времени. И таким образом у нас что происходит с этой нашей системой? Вот, если есть циклическая координата. Насколько понижается ее порядок? На 2, правильно. То есть, получается, что наличие вот такого первого интеграла, да, сохранение импульса сопряженного циклической координаты, координате позволяет понизить порядок на 2 единицы. То есть, можно рассмотреть систему для уравнений с И от 2 до Н, да, и решить ее, а потом написать отдельное уравнение для Q1 с точкой и решить его уже независимо от остальных, да. Ну, давайте я это напишу. Следовательно, уравнение с И равно от 2 до Н отделяются. Значит, соответственно, пусть вот эти вот Q и Т от Т, P и Т от Т, их решение. Следовательно, Q1 с точкой равняется ДН по ДП1, а тут у нас что? Q2 и так далее, Qn. P1, 0, P2 и так далее, Pn. И вообще говоря, время, да. Вот, ну и смотрите, здесь мы можем подставить вот эти решения как раз, да, вот это вот, практически, функция от времени, да. Вот это у нас тоже функция от времени получаются. Вот, и все. Можно это уравнение просто проинтегрировать и получить Q1 от Т. то есть снижение порядка на 2 единицы происходит, и уравнение для Q1 отделяется, интегрируется само по себе. Да-да, вот в итоге за счет этого получается. Так, теперь еще одна классическая такая вот конструкция, так называемая отделимая комбинация. Так, это у нас был номер один, да? Второй отделимая комбинация. Так, отделимая комбинация — это когда у нас функция h устроена вот таким образом, когда у нас h равно... Ну, давайте опять же я буду считать, что отделимая комбинация у нас по первым переменным идет. Вот, например, Φ1 от Q1, P1. Ну, давайте, знаете, какое будет сокращенное обозначение использовать? Q и Т больше 2, P и Т... Ой, почему 2? Единицы, конечно. P и Т больше 1 и Т. Вот пусть у нас некая комбинация переменных, допустим, первая, да, хотя, естественно, если другая, то просто индекс изменится, а суть абсолютно не изменится. Вот пусть она выделяется в виде вот некой функции, которая входит в функцию h. Вот покажем, что это первая интеграла. Ну, действительно, смотрите, получается, что dφ1 по dt — это 0, потому что t явно не входит, да? Плюс скобку полосона hφ1 — это будет что? Это будет h, производная по... Ну, давайте так обозначим все-таки полностью, да, dh по dφ1, вот тут вот. А тут будет вот что. Будет... Здесь будет dφ1 по dq1, тут будет dφ1 по dp1, минус dφ1 по dq1, dφ1 по dp1. Ну, видно, что это 0, да? Я просто воспользовался критерием первого интеграла и увидел, что это 0. Таким образом, вот эта функция φ1 — это константа. Ну, и давайте обозначим φ1, 0. Ну, понятно, да, что ее величина определяется, опять же, начальной точкой просто. Вот. Ну, и опять же, если у нас есть отделимая комбинация, то у нас вот эти уравнения с индексами i от 2 и так далее, они у нас отделяются от остальных. Вот смотрите, получается, что qiT больше единицы с точкой равняется плюс dh по dpIT. От чего зависит h? Вот φ1, который можно заменить на... значение в начальный момент, да? qiT больше единицы, piT больше единицы и время. Вот. Ну, и то же самое будет с уравнениями для p. Ну, и тот же набор переменных. То есть опять понижается порядок на 2 единицы. Понятно, да? То есть как циклеическая координата дает понижение порядка на 2 единицы, так и отделимая комбинация дает понижение порядка на 2 единицы. Нет, смотрите, это не первый интеграл. Это уравнение Гамильтона, записанное для i от 2 до n. А первый интеграл у нас один здесь, вот этот вот. Вот мы доказали, что функция f1 является первым интегралом. Значит, мы можем заменить вот эту функцию ее начальным значением просто, да? Тут, поэтому, опять же, пропадает 2 порядка. Тут же она двух переменных зависит. Поэтому опять 2 порядка уходит. Понятно, да? Кстати говоря, если бы здесь была отделимая комбинация от... Например, можно построить более сложную ситуацию. Например, будет функция f1 от q1 к q2 и p1, p2. Это тоже будет отделимая комбинация. Можно проверить, что она будет первым интегралом. То так же, да? Но на самом деле наибольший интерес представляет именно вот такая ситуация, поскольку тут, опять же, удается... Ну, сейчас покажу, что удается. Так, теперь смотрите. Допустим, мы это решили. Что q и t от t, ну, и t больше 1 от t, и p и t больше 1 от t. Это решение вот этой системы... Ну, 7 у нас не было, по-моему, да, еще? Решение 7. Тогда что у нас получается для оставшейся переменной? Получается, смотрите, q1 с точкой равно dh по dp1. Тут мы опять пишем, что это что? Это вот эта функция, да? От фи1 q1, p1, да? q и t больше 1 от t. Так, значит, так, смотрите, тут получается у нас чего? Тут надо было написать dh по dφ, конечно, 1, да? По dφ1, да? А вот тут вот получается p и t больше 1 от t, да? А тут получается dφ1 по dp1. Вот это вот q1, p1. Так, и, соответственно, p1 с точкой будет равняться минус dh по dφ1 тоже, да? Вот тут будет тот же самый набор переменных. Так, кстати говоря, сюда время тоже может входить явно, да? Так, тут я время писал, а тут давайте напишем. И тут будет dφ1 по dq1, да? От q1 и p1. Вот. Ну и, наконец, смотрите, что можно сделать напоследок. Можно, зная, что φ – это первый интеграл, вырезать в первом уравнении, например, p1 через q1. То есть мы можем написать, что φ1 от q1, p1 равно φ1, 0. Следовательно, p1 равняется, ну давайте это обозначим как-нибудь, ну как, пусть будет функция f какая-то, да? Вот, q1 и φ1, 0. Ну а дальше мы можем подставить эту функцию вот сюда и получить, как видите, да, уравнение, значит, опять же, для переменной какой? Для переменной q1, да? Которую можно отдельно проинтегрировать. Вот, то есть вот эта константа. А тут получается уравнение для переменной q1, поскольку p1 уходит. Ну а дальше, исходя из этого равенства, если вы отсюда находите q1 от t, то потом, подставляя сюда, находите p1 от t. Вот, то есть, ну, то есть, опять же, понижение порядка на 2 единицы происходит, да, и вот таким путем можно и оставшееся уравнение, так сказать, доинтегрировать, верно? Понятно, да, это? Ну, смотрите, еще раз, вот это первое уравнение, вот это просто функция времени некая получается, которая определяется решением вот этих 2n-2 уравнений. Здесь вот это вот мешает, да, здесь q1 и p1 есть, но p1 мы можем исключить за счет того, что мы знаем, что вот это первый интеграл, стало быть, мы можем p1 выразить и получить здесь просто функцию q1. И вообще говоря, тут получаются уравнения с разделяющимися переменными даже, да, почему? Почему? Потому что вот эта функция времени, а вот тут функция будет только от q1, это уравнение с разделяющимися переменными, оно в квадратурах решается. Вот, но подставляете это решение вот сюда и получаете p1 от t тоже. То есть, опять же, опять получили понижение порядка на 2 единицы, как в случае с циклической координатой. Так, и еще одна. Вот здесь вот без точек они... А, так-так-так, сейчас. Вот тут с точкой, а тут без точек, конечно. Где? Вот здесь вот? q1, q1. То есть мы отделили систему с i от 2 до n, а тут, допустим, мы ее решили и рассматриваем оставшееся уравнение первое, да, вот что будет в первом уравнении. И вот оказывается, что за счет этого первого интеграла можно, опять же, в квадратурах здесь все проинтегрировать. А потому что у нас p входит в фи, поэтому мы сначала должны по фи продифференцировать, а потом уже фи либо по п, либо по ко. Ну, просто сложный фунт дифференцируется как по стандартным правилам. А потому что мы с вами предположили, что вот эта функция, она зависит только от такого набора переменных. Это исходное предположение было. Вот. Каким образом? Не понял. Не, ну, смотрите, еще раз. Функция зависит от q1, p1, да? Мы вот написали здесь в общем виде, что это некая функция от q1, p1. Вот после того, как мы сюда поставили решение вот этих уравнений, это некая функция времени просто получилась. То есть q1 с точкой равно функции времени умножить на dфи1 по dp1, которые в свою очередь зависят от q1 и p1. От двух, да. Да, дальше, вот посмотрите, мы воспользовались тем, что это первый интеграл. И выразили отсюда p1 через q1 и получили уравнение с разделяющимися переменными. Вот если бы здесь было больше переменных, здесь бы уже этот прием так просто не прошел, да? А вот когда такая дилемма комбинации, то тут получается довольно простое интегрирование в квадратуру. Так, еще одна типичная ситуация, третья. Обобщенная консервативная система, так называемая. Это такая ситуация, когда функция h зависит только от q и p, но не зависит от времени. Тогда легко видеть, что h это тоже первый интеграл, да? Вот давайте запишем его, опять же, критерий первого интеграла и убедимся, что здесь будет все хорошо. Ну, тут очевидно, да, вот эта вот штука, это 0, потому что у нас h не зависит от t явно. Ну и по определению скобки полослона видно, что там все сократится, все что можно, да, это тоже 0. Следовательно, h от qp равняется h, равно константа. Вот. Это тоже, оказывается, позволяет понизить порядок тоже на 2 единицы. И результат этого понижения носит название уравнению текера. Ну давайте получим эти уравнения. Вот допустим, что у нас вот это равенство разрешимо опять относительно q1. Вот давайте напишем тут 8. И предположим, что 8 разрешимо относительно... Ну, не q1, p1. Пусть 8 разрешимо относительно p1. p1 равно минус k. Давайте так это обозначим. Ну, тут удобнее так оказывается. Сейчас все будет понятно, почему мы так делаем. минус k от q, соответственно, и p и t больше единицы. Да? Вот так вот будет. Ну, давайте не буду писать, что сюда аж входит. Понятно, что входит эта константа сюда. Ну, для сокращения записи не будем... Здесь это... Да, q здесь q1 начинается. Ну, понятно, да, раз у нас есть одно скалярное уравнение, то мы можем только одну переменную выразить через остальные. Вот мы в качестве такой переменной выбираем p1. Так. Да, ну, q у нас все входят, естественно. А, значит, аp входят только те, которые больше единицы. Да. Так, теперь смотрите, что у нас есть дальше. h у нас константа, да? И давайте вот вместо этого самого p1 поставим вот это выражение. Тогда мы получим вообще тождество, правильно? Смотрите, получается h. Вот q1 и так далее qn минус k. Ну, вообще не знаю, имеет ли смысл что-то дальше писать, раз у них звонок. Ну, давайте допишем одну строчку и на этом завершим. p2 и так далее, pn. И это тождественно равно константе. Ну, понятно, раз мы воспользовались этим же тождеством, то, ну, с одной стороны, получается некая тавтология, некое тождество, но на самом деле оно оказывается полезным. А что, собственно, с ним можно сделать, мы тогда уже в следующий раз рассмотрим. Вот. А сейчас тогда все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.